Субтитры делал DimaTorzok Создать персонажа. Это шоу, в котором мы создаем двух вымышленных героев, а ты решаешь, кто из них победит. Погнали! Итак, Диана, раса! Вуф! Вуф? Вуф! Бить под вулф! Скелет — это раса? Нежить? Да, нежить. Нежить. Не, может даже нежить какого существования? Лич. А был лич? Нет. Лич. Лич, нет, лич. Лич. Лич — это скелет, маг очень высокого уровня развития. Горбатый, его род деятельности. Его род деятельности? Род. Он постановщик массовых скелетных шоу. Итак, Гоша, скажи-ка его пол. Дело в том, что этот лич не помнит его. Не помнит он этот пол, и всё, и мы не узнаем, так как он не помнит. Отлично. Какая у него внешность, Юрий? Он своего рода стандартных типов скелет, но почему-то у него на голове красуется огромная шляпа, чёрная, капитанская. Капитан-треуголка, что ли? Пусть будет треуголка. Треуголка такая большая, с пером красивым, огромным, но ему неподходящая явно шляпа, он в ней полностью по шею. Он его очень любит, да, одевает полностью по шее, и из-за этого его голос звучит более грозно, как в пещере. У него есть маленький скибитер такой вот, золотой. Скибитер даже, да? Он всё время крутит в руках, вот. И длинный-длинный плащ, наверное, метров шестьдесят. И он расходится в две стороны, очень большой, очень длинный, но всё время ему тяжело куда-то входить. Это уже какой-то архиеликий. Да, кто-то носит его этот плащ? Или он прям будет? Я знаю. Нет, я думаю, что он никому не позволяет отрагиваться, он сам всегда реки переходит. И шестьдесят метров за ним аккуратно выглаженного плаща. Ну, это осознанное превосходство такое, в реальности. Да, он, я говорю, суперкрутой тип. Его очень долго ждут, особенно в таких камерных помещениях, когда ему нужно пройти во дворе или в каких-то кабинет и попасть. Вот он очень долго идёт. А какого он роста? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят, где-то. Он компенсирует, да, длина кочей? Чуть-чуть ниже Гоши, да? Я вот как Гоша. Да. Он такой скелетного телосложения. Косляменький. Да. Помимо этого, отличительная черта какая у него? У него есть отличительная черта, он всегда нащёлкивает полёт Валькирии. Когда задумывается о чём-то. А, ты можешь напеть, потому что я не помню, как он. А. Там-тарадаран. 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 Костяшка. Там-тарадаран. Там-тарадарагабэ. Кла. Он так входит, да, из темноты. Ну, это ладно. Вау, вообще, браво. Хочешь стать профессиональным шукачём? Конечно, нащёлкивательным. Ну, это прямо из какого-то хора. То есть, если люди общаются в баре, вдруг не затмили. Там есть один тёмный угол в бане. И 60 метров прошло. Простите сейчас. Класс. Видите, как он пафосно уходит? Я пошёл. И люди ждут. Настоящий лич. Круто. Манера речи. Намеренно басит. То есть, вот у него такой уже голос. Там косточки. Всё это очень. Ладно. Он пытается давать какого-то... Быть мощнее. Да, быть мощнее. Очень старается прям. И заклинания так же звучат, да? Да. Когда проскальзывает. Сфлиппендо. Нет, если он один и никто не видит, он там типа, да, типа, создаем торт. Но когда люди... Создам торт. Да. Но поэтому он редко заколдует заклинание при людях, потому что у него устает всё здесь очень сильно, натирая. Костя. Где оно? Детство его. Детство скелетное или человеческое? А какое хочешь? И то, и другое. Ну, нет, мы не знаем ещё про человеческую природу, мы с момента, когда он лич. Его детство лича. Ну, детство лича происходит без изменений особо. Скучное детство. В плане сразу взрослый, вот так вот. Ну, то есть, не сказать, что... То есть, он учится ещё как-то ходить, не терять костяшки свои. Но по сути-то он, ну, ростом больше не становится. То есть, ему, на самом деле, у него сразу карьерная лестница вот перед ним возникает. А, как-то так это эмоционально или умственно. Ну, то есть, он был скелетом-лучником или скелетом там кем-то? Или он сразу стал скелетом-лучом? Сначала скелет никакой. Он как бы восстаётся. Те самые никакие. Да, да, да. Которые ещё ничего не выдали, и судьба их неизвестно. Так а что, выдают что-то? Ну, может быть, кому-то и выдают. Нет, ему нужно было найти. Суждено так было. Да. Самому найти свой путь. Он встал из могилки, его подняли, понятное дело. Такие, добро пожаловать. Да, что выберете. Пласть 60 метров. И там дальше, ну, путь мародёрства. Путь мародёрства. Путь мародёрства, конечно. То есть, его детство провелось за разграблением. Вот так и становятся личами. Да, тут нужно самому вырывать сразу дело своей жизни и понимать, кто ты есть. Прокапывать себе дорогу самому. Да, да. Вообще тяжело, представляете? Вот ты как бы из костей состоишь, и ты должен понять, кто ты есть. Кто ты такой. Понятно. Что хорошо. Это глубоко, я бы так сказал. А тогда, Юра, расскажи про его главный подвиг. Он оседлал Луну однажды. Он сел на Луну эпических масштабов персонажей. Это какая-то девушка из таверны? Нет, нет, нет. Он побывал на настоящей Луне. Я оседлал её. На настоящей Луне. Ну, я не знаю, Луна это или нет, но вот он сидел на этом полумесяце, он как-то открывает глаза, удочки стоят. Написано, не трогать. Он такой, что я здесь делаю? Посмотрел вниз, высота, высотная, очень-очень высоко. Он даже сначала испугался, плач даже не доходил до... И он взял эти удочки и начал их забрасывать одну, вторую, третью. И вот так сидел, ждал, пока не пришёл бесполый мальчик и не дал ему пинка. Бесполый мальчик – это лучшее, что я тебя слышал за всю твою жизнь. Но пока неизвестно, да, что это была за Луна. Понятно. Непонятно, да. Его подвиг в том, что он оседлал Луну. Он этим всем говорит. Я тут-то-то. Я тут-то-то. Я оседлал Луну. Я понял. Гоша – главный страх этого лича. Не добиться успеха в кинематографе. А он движется к этому как-то? Да, да, он участвует, он ходит на пробы, иногда его снимают, но он целенаправленно, он нацелен, и главный страх – это не добиться успеха в кинематографе. Но он ещё занимается постановкой шоу. Да, в общем, массовых скелетных шоу. Да, ну. Но не пиздец. Да, ладно. Такого не бывает. Тоже, у нас такие разносторонние персонажи вообще. Сокрушительное поражение. Его сокрушительное поражение – это попытка… Однажды он влюбился очень сильно в женщину человеческую, живую. И он делал масштабнейший ритуал, который он готовил 60-личёвских лет. Это документалка про него ещё была? Да, это то самое. Про нафиксию. Он готовил ритуал по приворотному зелью, чтобы когда эта женщина умрёт, он поднял её из могилы. И когда она умерла, он провёл этот ритуал, она восстала ни скелетом, ни нормальной нежитью, а просто воскресла и убежала опять молодой. Тошмар. Вообще бывало ли такое, что в любви ждёшь смерти любви? Да, а она жила и не стала с ним. И за каждый год ритуала он носит по метру плаща. Тобеешь, магиор. Тоже мне мощно. Нормально. Так, хорошо, Диана, первая любовь. А сколько ему было, когда он 60 лет? Ну, он уже был взрослым лечом. Уже взрослым. Ну, таким, уже освоишься лечом. Да, лет 400-700, может. А первая любовь, это он только восстал? Да, да, он не знал, что будет лечом. Он только вот этот скелет мародёр был. Ну, первая с момента восставания. Да, я как раз могу рассказывать. Он восстал, сразу вот первую могилу увидел и вот лебил. Кто там лежал вообще? Не важно. Красивое надгробие, оно такое абстрактное, но чувствую. Не кость разрисованная, нет? Нет, конечно, нет. Суки какие-то, да? И фраза, вот его вдохновила фраза, которая там была написана. Ну, она была на незнакомом его языке. Ну, красиво. Поэтому не запомнил, да? Как раз загадка пленила. То есть, он влюбился в могилу? В тайну? В тайну, да. Влюбился в тайну? И по сути, ну, это же вот оставил кто-то ей, то есть, он сразу понял, она умерла, она не сама себе это сделала. И вот он понял через надгробие, через цветочки на могиле, что вот она настолько была прекрасна, что её и после смерти любят, и помнят, и уважают. Чтят, поклоняются. И он, ну, его это пленило, да, он захотел себе того же. Какая история. Юра, мечта. О чём мечта этот личик? Ещё бы хотя бы метр плаща. Что ему мешает? Да. Пошли нахуй, вот что? Комплекс. Комплекс. Вот он понял, дойдя до 60 метров, хватит с меня, это уже слишком, но в нём борются две... Ну, хочется. Ну, очень хочется, да, ещё метрик. И делает, и сразу неудобно, и сразу не то, и сразу не работает ничего. И вот не добраться ему до 61-го никак, тяжело, отрезает, отрывает всё время, что-то с ним происходит с этим метром, и вот ему хочется как-то себя взрастить до этого метра ещё одного. Но он как-то представляет, что вот однажды всё-таки получится... Да растёт, конечно, найдёт момент. А сколько у него... А ещё метр ему хотя бы один нужен? Да. 101 ему нужен. Ну, хотя бы. То есть, он не хочет вместо 60-120. Он хочет 61. Не получается. Он и делал 100. А там прорвёшь ещё 61, а дальше уже сколько угодно можно будет делать. Вот как будто с 60 всё комфортно. Нельзя другую ткань. А ещё бахома. А ещё бахома. Он не такой... Не понравилось ему. Да, он не любит вот это всё пышность, кроме шапки своей. Номер. Мечта. Любимое развлечение, Горбатый? Пугать живых на кладбище. Это именно развлечение, он делает это как хоппи... Как он всё успевает? Просто человек... Подходить к каким-нибудь похоронам, где люди подозревают, и резко скидывать треуголку и говорить «я позабочусь о вашем покойничестве». И все там «ваааа», и сбегаются. Или он так опоздал. Да-да-да. Ему нравится, он делает миролюбиво, обычно он потом догоняет людей и даёт им какие-нибудь сокровища на мародёрины, или что-нибудь, как-то их благодарить за то, что они поучаствовали в его развлечении. А так, да, вот людям нравится пугать живых иногда. Гуша, какое семейное положение? 13 любовниц Вау Ну пожил Все они знают друг про друга Гарем И все равно Нет, они не в одном месте живут, они в разных местах Все друг про друга знают, но снова любят Он просто Кудесник Какая-то высшая магия Личев Она как бы дает ему возможность Творить чудеса На поприще любви Он знает ход К тому, как доставить наслаждение Своим дамам сердца Как будто сейчас интеграция Да, 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 я тоже представлю себя И если вы хотите идти этот ход Вибраторы Panasonic Это чисто мечта Полететь на авиасейл Да, ладно А какая у него стата, Диан Самая вот его За ним закрепилась Он еще и блядь Полет Валькирии Нащелкивает Матерь Куй железо пока горячо Это его любимое Приговаривает Потому что он в принципе очень деятельный Да И никогда не сидит вообще без дела Да, он это с вами любовницей бывает Куй железо пока горячо Хорошо, Юрий Скажи, пожалуйста Еще тебе вопрос Шутка родилась такая Давай Хуй, железо Пока горячо Это можно выяснить Юра Неловкость статься из его жизни Кроме той, которая была только что Ну в общем Поехал он погреть косточки Как говорится Отдохнуть от этих всех забот Ага Лег на пляже Так И сгорел Ну загорел С горечневым? Да Он все в черном Кости покрылись Коричневым цветом Да, загаром И вдруг все такие Фу Что это? Это не принято Он был благородного белого цвета Белый 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 Его и называли Ваше белейшество А тут он лег Забылся Уснул Читал Читал про Роджера Веселого Разные сплетни И в общем Надо было СПФкой мазаться Да В общем он прозабыл Обо всем Уснул С журналом на лице Действительно И лицо все равно сгорело Вместе с журналом Да, журнал сгорел И лицо тоже Действительно не ловкая ситуация Очень не ловкая Диана Тайна Которую он скрывает Или не скажешь Он скрывает Что всех Всю труппу Своего выступления Скелетного Он убил сам Почему он это скрывает? Да, что же Убийцы Нормально, нормально Прикольно А они были злодеями Вот это Нет А от кого он их скрывает? Классический ход От общества Или от них самих? Ото всех От себя Ото всех Ну, от них самих в первую очередь Потому что они бы, конечно Не очень хотели бы работать Тогда, наверное С ним Хотя он поднял их Из мертвых Все, набирается На полном серьезном Хотя он А это труппы его театра, да? Это Да, труппы его Труппы Он смотрел Любил какой-то театр живых Всех их перебил Ну, злодеев собирал Злодеев собирал Да, злодеев Они все злодей Да, да Не то, что это Они не были театралами Это не было шоу Они все думают Что они как-то умерли Но он их всех собрал Понятно Да Мощно Круто Опиши его жилище Цельнометаллическая башня 19-этажная Любит Как там помещается 60 метров Площа А она То есть, есть специальная То есть, часть этажей Только Часть этажей Только для плаща Да И причем Экт-этаж Для определенных метров Площа первых Там и так далее И Чем ближе Кусок плаща К его собственной Спальне К вершине башни Да, к вершине башни Тем там круче То есть, он даже Сам плащ ранжирует И ткань С конца плаща Мечтает стать тканью С передней части С конца плаща Да Принято Сейчас, секундочку Еще Идет И еще на этих этажах Иногда размещаются Его вот эти вот Любовницы То есть, еще есть Местеческие Есть ранжиры-любовницы Получается Да Любовницы есть ранжирование Чем лучше они себя ведут За неделю Он им выдает Лову Нет Тем ближе Они как бы к верху То есть, он каждый Любовницы приходит И он говорит Сегодня ты на восьмом этаже Она была на пятом Она понимала Нет, на каждой Примерно по пять этажей Получается Нет Нет, на каждой по одной У него своих шесть просто Этажей А, шесть этажей всего Да Не всегда он спустится Когда Какая-нибудь Крута Оно С разных сторон По-разному выглядит Это Магическая башня И есть еще Одна важная вещь Какая важная? Так как Для всех там лестница Детастый этаж А у него есть лифт Но так как плащ Лежит по всему этому Лифт вот и едет Он берет Отстегивает плащ Никто не видит В этот момент Спускается на лифте вниз А потом подстегивает его внизу На первом этаже Ну хорошо А почему он отстегивал здесь А на пояснице потом Нет, потом здесь И здесь же подстегивает Потому что в лифт Плащ не влезает Хорошо Я у тебя не спрашивал Опиши Не знаю Пожалуйста Дело, которое он постоянно откладывает Или я спрашивал что-то Нет Спрашивал Нелогкую ситуацию Да А, нет Да, все Все Кто Я Гоша Ты теперь Диана Дело, которое откладывает Он постоянно откладывает Выгоняние Выгоняние Из треуголки Чайки Там поселилась Чайка У него есть Гнездо И она Не сильно Ему досаждает То есть она пролетает Раз в какое-то время Оттуда сидит Гнездится Он все время Думает Надо выкинуть Гнездо И сказать Чайке Что все Нельзя Халява кончилась Плати За аренду Или Сваливай Но все Время Откладывает Это И никак не может Этим заняться Потому что Сзади Ее дел Кущая Во-первых Политургия Надо стукив Во-вторых Кинопроводца У него много Делать Трубой заниматься Надо Разобраться С чайкой В моей шляпе Вот так Называется Это дело Хорошо Юра Надгробие Какое у него Надгробие А надгробие У него Заковыристое Это такая Длинная Лестница На которую Уложен Вот этот Плащ И наверху Его Трон На котором Осталась Только Голова Которая Крутится На проигрывателе Да И вот На этом Троне Стоит Его Проигрыватель Его голова Она Крутится А плащ Лежит Его Никто Не имеет Права Трогать А плащ Настоящий Или Скульптура Плаща Нет Нет Тот самый Плащ Подождем Не важно Он должен Уйти Естественным Путем Ветер Раскидает Его Лоскуты По миру Что-то Съест Кусок Плаща Кто-то Себе Заберет Но Это Уже Не важно Что же Будет С Чайкой Она Наверное Улетит Когда Он Урет Мне Вообще Показалось Что На гробе Должно Буду Скоро Мертвый А Написано Что Что Написано Не Обязательно Как хочешь Так Напиши Его На гробе Если Тебя Хватает Этого Значит Это До Роджера Не До Тер Всем Нос Что-то Такое А как Зовут Нашего Героя А еще Неизвестно Пожалуйста Георгий Мертвайло Подыхарий Максимович Да Мертвайло Подыхарий Максимович Я Мертвайло Подыхарий Максимович Я Очень Рад Что Я Я так Понимаю Что Его Поднял Некромант Максим Да 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 Наш Мертвайло Причем Максим Подыхайло Его Понял Мертварий Это Имя Подыхайло Это Фамилия Максим Васильевич Мертварий Подыхайло Максимович Мертварий Максимович Да, Мертварий Максимович Подыхайло А кто станет его противником? Кто станет его противником? Мы узнаем скоро После перерыва Грядут приключения Это мы Мы можем быть кем угодно Писателями и художниками Актерами и режиссерами Инженерами и монтажерами Операторами и композиторами Изобретателями и выдумщиками Теми, кто придумывает игры И теми, кто в них играет Мы можем быть разными Смотреть на мир по-разному Ценить разное Верить в разное Но есть то, что нас объединяет Любовь к историям Длинным и запутанным Коротким и простым Любовь к мирам и героям Добрым и злым Выдуманным И настоящим Во время страшной пули На грозных островах Рождаются сразу трое сыновей Детей решено назвать Рэм, несущий страх Игнессу, смиряющий ветра Игнессу, не носящий свет Одному из них Предстоит стать вождем В разгар Пятидневного снегопада В семье Банковского служащего Долгограда рождается мальчик По имени Гвидо Фиртон Прах После тяжелых Пятидесятичасовых родов В башенной спальне Замка на острове Альсе Рождается долгожданное ребенок Девочку решено назвать Дафной В монастыре пепельного братства Неизвестная Рождает на свет Мертворожденную девочку Перед самым погребением Ребенок оживает Монахи дают ему имя Эшо История всегда рядом с нами Порой они волнуют нас И порой успокаивают Называют смех Или помогают заплатить Заставляют задуматься Или забыться Иногда истории причиняют боль Чаще исцеляют ее История всегда разная Но они всегда о нас И идут приключения Это мы Мы создаем Историю Назовите, пожалуйста, раз Столовый прибор То есть он конструкт? Видимо Какой у него пол? Пол У него Это оно Чем же он занимается? Священник Кайф Можно, пожалуйста, серебряный Столовый прибор Это мы узнаем Это мы узнаем, когда будет внешность Кстати Простите Пожалуйста Позор мне Кстати Его внешность Золотой Любое Не то, чтобы это прям в ремнице пиар Да-да-да Серебряный Но Но Ручка у него Керамическая А какой? А что это? Что это? Опиши Это Мультитул Средряный Мультитул Священник Итак Во-первых Что это? Швейцарский нож Да Да Он называется Я думал Какая-то это Но Не в прямую Швейцарский нож Потому что все-таки Это столовый прибор Там в швейцарском Ноже Есть еще всякие отвертки Это такой Походный Столовый прибор То есть он А, мультитул Это который вот ложка Да Ложка Вилка Нож Класс 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 То есть как у швейцарского Он складной Керамическая такая основа Из которой достаются Два серебряных С одной стороны ложка С другой стороны вилка И по середке Может еще достаться Ножечек Но он маленький Маленький Принято Хорошо Тогда пожалуйста Юрий Опиши его Отличительную черту Можно Интересоваться А у него Есть хоть что-то Типа Как он Чем он говорит Или смотрит У него есть рот Отличительная черта Он заколдованный В тул Тул Мультитул Заколдованный Мультитул Священнослужителя У него есть рот Который говорит Да Он разговаривает Он заколдованный Отлично А детство Этого мультитула Пиши пожалуйста Ой нет Прости Манера речи Манера речи Да Да Она Не очень Не естественная Такая Магическая Прям Ухо режет Но это Прям То есть Это так Как сделано С помощью магии Эти магические Аномалии Значительно Исказили Голос И поэтому Надо Цикаго Я Я Начитал Интересно Как В церквях Он поет Диана Детство Снова Мне Детство Там Там было Детство 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 Как бы сдавлено Но все Но уже Он заколдованный То есть Он уже Из заколдованного материала Он уже себя осознавал Потому что Когда он был бы уже скован Было бы невозможно Его Он уже понимал Я Священник Мультитул Он еще не был священником Нет Он пришел Он пока был просто серебряный мультитул Просто мультитул Да Но он Свою мультитуленность Он осознавал Потому что Кузнец еще приговаривал Вот этот супчик Буду есть Вот это Картошечку Мощнейший Главный Подвиг Его главный Подвиг Это Конечно Массовое Изгнание Нежити Из Поместья Вулверхехо Мексиканское Да Вулверхехо Вулверхехо Я прям Эти маракасы Уже представляю Да Сколько музыкантов И все скелеты Да И он внезапно Вулверхехо Да Там была такая штука Что Призраки Действительно Призраки Скелеты Зомби Они наводнили поместье Оно постепенно витшало Это было поместье кузнеца Нашего кузнеца Да Да Магического Они стекались на эту магическую энергию Все понятно Промали оборону И кузнец уже Кузнец Не знаю Даже к самому Кузнецу уже подбирались руки Когда мультитул Открылся И открыл вилки Отразил солнце Ложкой Отразил свет Он вскочил на вилочку И побежал этими ножками Четырмя И во имя святого этикета Начал Изгонять их Светом Вот этим вот Своим серебряным И это действительно Был его главный подвиг Он после этого Как бы и был Рукоположен В сан священника Мощнейшим Да Главный страх Нет Главный страх Не попробовать солянку Он далеко от солянки В Мексике Солянку Им всякое ели Но до солянки Не добрались Он как бы хочет попробовать Или чтобы его обракнули Он хочет прыгнуть Он хочет окунуться с головой В эти эмоции Чтобы даже уронили Случайно А можно вопрос Он какого размера Реального Да Да Конечно Он пробовал разное И накладывал сыр в тако И Да В общем И буррито Разное Совал там Фасоли Он боится Что не успеет Или что Что ему помешает Он хочет Он знает О таком блюде Он пробовал разные Холодные борщи Приезжали разные Расы Предлагали разную еду Он пробовал все То есть Кто его держал Пробовал все Но вот до солянки Не дошло Вот эта смесь Похлёбства Непотребческого А чего он боится Почему он может Не попробовать солянку Потому что Ну он Никогда этого не будет Как будто это миф Это Что её не существует Да Но слышали легенду Солянки И никогда Ложка не доходила Так сказать Аппетита много А дела нет Чудесно Так Куда это Мне наверное Главный страх Сокрушительное поражение Диан Какое случилось Что было Что это было за день Или может быть вечер Или утро Когда его Отец-кузнец Переезжал Из одного города В другой Так И в дороге Он ел Тушёнку Не помыл его Потому что дождь начался Такой дождь В смысле опасный С грозой Градом И всем Большими каплями воды Да Из-за того, что тушёнка Она была хорошая Жирная Ну в холодной воде Не смыть это полностью Вот И он его убрал Так и закрыл Да Закрыл Оооо Грязь какая Он его положил В карман Своего дорожного плаща И ещё и выронил В дороге И он упал в лужу И лежал там Какое-то время Грязный Жирный В луже Мультитул Да Но он уже был священником Священник Это дало ему силу Выдержать Буковистые тушёнки Да Он осветил лужу В которой лежал Поэтому ему стало попроще И это Помогло кузнецу найти его Потому что Светилась Светилась одна Браво Мне это очень нравится А первая любовь, Гош Какая у этого Мультитула была Этого великого Могучего Боже мой Где я Кто я Так Первая любовь Мультитула Это конечно же Была Тарелка Как это называется Нет Блюда Дочь кузнеца Дочь кузнеца Была его первой любовью Потому что Однажды Она Хотела поесть И Не было у неё прибора И папа И папа Дал Вот возьми Поешь моим Мультитулом И она Ела И вот Нежно касалась Вот да Вот этот вот Кузнец Который наворачивает А он ещё так зубами Иногда Прикусывал Да А она Прям Аккуратно А можно вопрос Просто про эту семью Кузнеца Она совершеннолетняя Нет Это хорошо Семья Нет А у меня сяну не может Ничего Хотя У меня просто вопрос Про то Они вот Кузнец Сделал этот Мультитул Наделил его Голосом Речью И чувствами И продолжал Жрать им Как ничего не было Мультитул Он очень любит И священник Чтобы им ели Чтобы его использовали По назначению На самом деле Просто вещь Я объясню Всё Когда Значит Кузнецу Кузнец был маленький Ему всё время Он был очень болтливый И очень было сговаривать Ему говорили всегда Когда я ем Я Ему всё время Родители затыкали Он вырос И эта привычка осталась А хочется пока ешь Что-то послушать Какую-то Историю Поговорить И вот он ест А тут трёп идёт Летит самолётик Сразу рот открывает Я вообще не понял Что ты сейчас делаешь Я думал Летит самолётик А он любил всё Я ему этому Мультитул За маму За папу Он ему просто болтовню всякую несёт И он ест с радостью Очень мило Хорошо С первой любовью разобрались Да Какая-то женщина Это мечта горбатый Его мечта Чтобы ложку Заточили Чтобы он был смертоносен Опасней Опасней Да Он хочет Он немножко Честно говоря Мечтает Он рад Это его дело Всего жизни Есть И набивать И священником быть Ну да Естественно Но он хочет Чтобы его ложка А там находится его лицо Разило зло Но это возможно Только после того Он попробует солянку Потому что Если заточить Он боится Конечно Когда он мечтает Когда его складывают Кладут в чехольчик обратно Он мечтает о том Что если бы У него была бы острая ложка Он бы так Такой ван Лошкинс Ну хочет быть ван Лошкинсом Да Но Глядёт в своё Попричье Юра Его любимое развлечение Базарить с кадилом Базарить с кадилом Да Они обсуждают Всякие Они вечером На подоконнике Часто Обсуждали Разные темы Политику Новости Близкий друг Кореш Они вместе Разглядывали Разных птиц Девиц Вообще Обсуждали погоду У них У них случился Мэч Знаете как говорят Да Очень много Общих тем Они Не могли Передвигаться Сами Но при этом Оставаясь вдвоём Занимались Разными диалогами И обсуждали На подоконнике Абсолютно разные темы Травили шутки Друг друга подкалывали Иногда сталкивали По-дружески вниз Вот Понятно А пожалуйста Нынешнее семейное положение Уф Семьянин Семьянино Семьянино Это же он Ну да Семьянино Семьянино А кто его Спутник отца жизни Футляр У него не спутница У него Столовый прибор Да Типа Ну как бы Как скорее Сервиз Младшие Братьё и сёстру Набор для пикника Нет Именно семейное положение Мальское зердь Ну а как Ну нет У него нету Спутницы Никакой Потому что То есть холост Потому что нету Как бы не подвернулась Соленка То есть такая дочка Кузнеца Она Рады ему Конечно Да Ну как бы нет А семейное положение Не может быть Что у него Просто дети Это не семейное положение Считается Просто дети Ну а может быть Разведённые С детьми Да Именно семейное положение Это как в паспорте Холост Замужем В активном поиске Статусе вконтакте В активном поиске Тогда в активном поиске В активном поиске Он хотел бы В принципе по жизни Хороший девиз Возможно даже Он был бы не против Если бы дочь кузнеца Превратили бы тоже В какой-то столовый прибор Интересно Тогда пожалуйста Гоша Цитата Его Мертвуем Землю Мне нравится Как ты додышал Да А тут Шифтун Конечный Мертвые В землю Неловкая ситуация Из жизни Неловкая ситуация Из жизни Была Как будто Мы прям Вот знаем А так Ой Сейчас расскажу Там ужас Таким вообще У кузнеца Был приём И дочь Кузнеца Нарядилась В своё лучшее Платьишко Мексиканское И даже Приехали Родственники А у мексиканского Кузнеца Родственников Там вообще И даже Приехал Журналист Из Другой страны И на приёме Разболтался Гвоздик У мультитула И что он сказал? Нет Он не сказал ничего Вы оба знаете Поймался Кто из вас Рассказывает Разболтался Гвоздик И упала Вот эта Керамическая Облицовка Да Внутри Облицовка Упала Это как Ну примерно Я бы на балу Трусы потерял И все бы меня увидели То есть он Оголился Да он околился Пытался закрыть ложечкой Закрыться Как бы А она внутрь же Входит Не ложка внутрь Вы с ума сошли Она внешне всегда входит Ой извините Да Это как-то мы Совершенно забыли Это анатомия Волшебных Мультитул Надо книгу Перечитать И конечно Это было так неловко Что все это увидели Сначала восторгались Какой он красивый Невероятный Мультитул А потом Керамическая штучка Отпала И все увидели Что под этим Обычное Не то чтобы Это была главная Цель его жизни Быть крутым На приёмах Понятно Неловкая ситуация Понятная Гоша Какую тайну Он скрывает Еще и зажигалка Он скрывает То Что он Втайне От своей основной Деятельности Это Какая Две основные Просто Священник И Соловый прибор Да Так Сейчас Простите Наград А когда он Священник 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 Все остальное Время Нет Пока не едят Нет Он священник Священник этой еды Этого ритуала Всего вот этого Да Хорошо Он скрывает тайну Он не читал Священное писание Во самом деле Миню то есть Нет Священное И священное Описание Кулинарную книгу Не Но он же священник Определенного Как бы Как сказать Культа Определенного И он не читал Не читал вообще А как он Слова Чисто он такой Да я Без сила Как бы чувствует Да Никому не рассказывает Что не читал Интересно Самобытный Какое у него жилище Футляр Из чего Кожаный футляр Он очень похож на сумочку Гермионы Его туда вкладывают Кажется что он Вот Футляр встал И все А он туда падает вниз А там ТЦ Большой ТЦ А работники есть в ТЦ? Нет Нет Пустой Пустой ТЦ Он мечты Когда ты приходишь И все что хочешь берешь Вот Оно не обновляется То есть Если ты взял Унес куда-то Оно там и лежит Это кузнец для него Сделал награду За то что ты его спас Да Пространство ему нужно было Большое С различными Магазинами Комнатами развлечений Столовых Всяких Интересных Комнат Вот В ТЦ же Сплошные интересные комнаты Туалеты Интересные комнаты Вот оно Эскалад Новое поколение ТЦ На самом деле Просто он в этот момент Чувствует себя человеком Мне кажется Возможно Что-то же Прикольно Это же Мексиканская ТЦ Он спит В большом Мебельном магазине Да Одноэтаж Одноэтаж С разными Постранствами Такое Не ТЦ Которое Много Много Нет Одноэтажный Такой Тут продают Для бабок Платье Спит он В мебельном магазине Моется В джакузи Там есть Сантехника Понятно Гоша Гоша Дело Которое Откладывает Заработать На отпуск Ему вообще Не платят И Отпуск Не отпускает Да И отпуск Не отпускает Все вокруг Только об этом И говорят Что хочу Уехать Вот я Отложил Какие-то Деньги На отпуск Поеду И он Все время Пытается Откладывать Деньги На отпуск Но ему Не платят И он Откладывает Откладывает И нечего Откладывать Но очень хочет Откладывать Деньги На отпуск И отпуск Он все время Откладывает Откладывает Он откладывает Получение Зарплаты Получается Не просит Не просит А он Нужно Заныкаться В ТЦ В каком-нибудь Отделе И не вылезать Нет Как только Кузнец Его достаёт Он Открылся Магией Как только Открывается Чехол Сразу Достаёт Ну что ж Надгробие Его Надгробие Это Большая Керамическая Тарелка Такая На которой Аллегорически В стиле В пасторальном стиле Изображён Кузнец Я не художник И пастушка Которые пляшут Такие вот Такой пасторальный стиль Кузнец и пастушка Пляшут И по краям тарелки Написано Инсолянка Инверитес Такими Латинскими буквами Мощнейшим Ещё На латыни Да Ну что ж Диана Как зовут Этого героя Бериешка Бериешка Причём это написано По-английски Бериешка Бериешка Очень дорогой Очень дорогой Лейбл Мультитулов Я правильно понимаю Что это антагонист Это антагонист Лича Это антагонист Лича А кто Из этих двух персонажей Победит Пишите В комментариях Как всегда Самая интересная Самая лучшая история О том Как встретились Два этих персонажа Получит от нас Ну-ка Юр И машину Что? Машину не будет Всё Пишите Получит машину В следующем выпуске Мы обязательно Её разыграем Это чушь собачья Не ври Так нельзя делать Гоша Так нельзя делать Нельзя просто врать Нельзя так делать Я могу переключить Никто этого любить не будет Машину получше Не будет машины никакой Забудьте об этом Будет бурь в дозер Нет блять И 20 пачек Бериешки Создали персонажей А теперь ты решаешь Кто из них победит Пиши свою версию В комментариях Или голосуй за ту Которая больше понравится И до встречи В следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok